22 августа 1991 года привычный для россиян Триколор стал официальным флагом великой нашей державы. Белый, синий, красный это не просто цвета, а символы моральных ценностей граждан нашего большого, единого и сильного государства. Подробнее о том, как праздник флага отметили в Твери, в сюжете нашего корреспондента Анастасии Бучок. 22 августа мы традиционно отмечаем день государственного флага Российской Федерации, который важен не только для жителей Верхневолжья, но и для всей страны. В этом году мы празднуем его в парке «Россия. Моя история» и участие приняла даже молодежь. Белый, синий и красный цвета, олицетворяющие мир, верность и мужество. Эти значения носят флаг Российской Федерации, эти качества знают и воспитывают в себе истинные патриоты нашего Отечества. В значимый для всех россиян праздник в одном из новых культурных пространств областной столицы состоялось торжественное мероприятие. Здесь собрались многие тверичане от мала до велика, чтобы принять участие в торжественном поднятии флага. Эту почетную возможность предоставили новым героям современной России, ветеранам боевых действий в зоне специальной военной операции, Дмитрию Каденцеву и Василию Евременко. Я был за лентой, провел там, так сказать, 4 месяца, испытал много разных ощущений, эмоций. Хочу сказать, что подобные мероприятия очень полезны, горжусь ими и особо нужно развивать среди молодежи патриотические свойства. На торжественном мероприятии присутствовали дети и подростки, которые уже ощущают свою причастность к общественной жизни, чувствуют ответственность и гордость за свою страну. Юноармейцы и представители движения первых не только помогали в проведении мероприятия, но и стали одними из главных участников процесса. Начали акцию с большой присяги, вступлением в ряды в движение юноармии. Вступило более 80 юноармейцев, которые с 1 сентября начнут свои занятия, а также 21 ребенок получил медаль юноармейской доблести третьей степени. Молодежь Верхневолжья уже защищает и заседает на благо Отечества. После основной церемонии и поздравлений юноармейцы и остальные участники праздника отправились рассматривать подготовленную символическую выставку и игры от организаторов мероприятия. Программа насыщенная. Изготовление окопных свечей, сборка автомата Калашникова, вязание сетей и, конечно, изучение настоящего военного обмунтирования наших солдат. Общевойсковое бронежилеет 6Б-45. Соответственно, у нас тут есть утилитарка, кис, химический источник света, подсумки под гранату, тут даже граната есть, подсумки под магазином. Тут вмещаются два магазина, но если убрать эту середину, то месяца все три. Кульминацией мероприятия стало развертывание большого флага Российской Федерации. Это зрелище не оставило равнодушным никого из участников торжеств. Где солнце новое встает, на небе синее, плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Продолжение следует...